Имеется таблица размером n на 2 в степени n. Давайте я ее выпишу для двух случаев. Для случая n равняется двойке, и для случая n равна 2. Для двойки она выглядит так. 1, 1, 1, минус 1, минус 1, 1, минус 1, минус 1. И вы уже догадались, для трех она посерьезнее, но тоже для чего на самом деле хитро. 1, минус 1, 1, минус 1, минус 1, минус 1, минус 1. Ну, порядочью для любого n, такую таблицу можно написать. Всевозможные наборы плюс-минус единиц, вот их два в степени. Давайте разрешим кому-нибудь часть чисел заменить на нули. Каждая таблица, сколько хотите чисел, заменяйте на нули. И в другой таблице тоже. Спасибо. Отлично. Задача. Докажу, что можно выбрать одну или несколько строчек, чтобы сумма равнялась нулю. Ну, давайте я покажу. Скажем, здесь надо выбрать вот эту, эту и эту строки. Видите? Вот здесь вот 1, минус 1, здесь 1, минус 1, сумма равнялась. Здесь 2, 3 и строчка минус 1, 1, минус 1. Да, 2, 3. И строчка минус 1, 1, минус 1. Да. Вот эти три строчки берем и опять сумма равнялась. Докажите, что в любом случае так. Рассмотрим n-мирный куб. Что это такое? Это куб, у которого вершины имеют координаты 0, 0, 1, 0, 0, 1. Придите. И здесь то же самое. То ли 0, то ли 1, то ли 0, то ли 1, то ли 0, то ли 1. Давайте подумаем. Какой вектор ведет из вершины с координатой 0, 0, 0 в противоположную вершину. В вершину с координатой 1, 1, 1. А что произойдет, если я в этом векторе заменю единичку на 0? Этот вектор по-прежнему будет ввести в какую-то вершину, но уже не кнутю полу. Согласны? А теперь смотрите, ровная такая же ситуация со всеми этими векторами. То есть, если мы берем какой-то случайный вектор, вот этот, минус 1, 1, 1, то какой вершине он соответствует? Смотрите, это должна быть вершина, когда можно ввести в минус 1, можно прибавить в минус, можно прибавить в минус. Это будет такая же реверка. И если идти по этому вектору, то мы попадем в вершину противоположного. 0, 1, 1. А если какой-нибудь из чисел заменить на 0? Ну, например, здесь написать не минус, а в таком случае мы просто соответствующее число не поменяем и придем в вершину в 1, 1, 1. Или, если заменить два числа, тогда мы придем в вершину 1, 0, 1. Ну, и так далее. Таким образом можно себе представлять следующую картинку. Пока нулей не было, эти вектор таблицы задавали систему перехода в такую из каждой вершине в противоположную вершину. Как только на улице написали, стало по-другому из вершине в каком-то вершине. Владыч, наверное, лучше себе понимаете. Мы берем, начинаем с любой вершины. И, ужасно, с учетом ноликов, идем по вектору, который написал. Попали в вершину, из нее выходит 1. Идем мы. Попали в вершину, выходит. Рано или поздно не зациклиться. Потому что вершины всего лишь 2 в степени н штук. И если бы мы не зациклились, то не бывает, что бесконечные числа их шеи могут, да? Да, вот рамки должны быть зациклиться. И как только мы зациклились, так и возникла система строчек, сумма которых... Вот, блин. Я чуть-чуть начинал. Каждый сочетатель соответствует вершинам угла. Это понятно как? Ну да. Исходные таблицы, без всяких нулей. И соответствие вершин не будем менять. Хорошо. Да. После этого из вершины будет соответствовать вектор, но уже. Уже с учетом нулей. Хорошо. Причем ровно 1. Ровно 1, да. Ну и дальше надо просто идти по этим. Ну и после этого идем по вектору. Так, и он попадет опять же в этот кул. Нет, он... Мы ходим сегодня только по вершинам куба. Ну да, он пошел. Мы рано или поздно зациклимся. Все. Все.